Меня зовут Майор Максим, мне 26 лет, и я занимаюсь скалолазами. Моей особенностью является то, что я делаю это без одной руки. Спортом я начал заниматься еще в детстве. Тогда я занимался единоборствами. Доборолся я до бродзовой медали на чемпионате России, попадения в сборную. Но мой карьерный рост остановил травму, полученную в 15 лет. В нашем маленьком поселке нам нечем было заниматься. Мы ходили по улицам, и я такой говорю другу, давай залезем на стол высоководный. В процессе спуска я задел левой рукой оголенный провод, и меня ударило током в 6000 вольт. Вследствие электрического удара руку пришлось амплотировать левую, а правую я еще восстанавливал в течение двух лет. Мне казалось, что с одной рукой уже ты точно не сможешь бороться. И тренер приехал в больницу, он приехал меня навестить. Он мне сказал, приходи на тренировки, научимся одной рукой бороться. Вот эти его слова, они меня очень сильно смотивировали. Дальнейшей моей задачей было быстрее восстановиться и уже быстрее начать тренироваться по новой. В первое время было тяжело, но не было мыслей о том, чтобы бросить. Я на все тренировки приходил и делал максимум, который я мог. Со временем мне стали запрещать выступать на соревнованиях. Приходишь, регистрируешься, а тебе говорят, извини, ты сегодня не сможешь соревноваться. Ты говоришь, почему? Потому что у тебя нет руки. В тот же период времени нас пригласили поработать инструкторами на скалодроме. Я попробовал, и мне прям понравилось. Я проводил по 3-4 часа в день в зале. Мне нравилось лазать и нравилось быть инструктором. В лазании нет понятия правильно и неправильно. Два разных человека могут пролезть совершенно по-разному. Из самых больших моих спортивных достижений – это бронзовая медаль на чемпионате мира в 2018 году, второе место на чемпионате мира в 2019 году и четвертое – в 2021 году. Когда я уже официально устроился педагогом, я начал формировать группу детей-инвалидов. Я брал ребенка, у нас была с ним трасса, и мы придумывали, как он ее будет проходить без одной руки или с ДЦП, у него плохо работают ноги. Отсутствие руки, ноги или зрения, или еще чего-то – не должно являться ограничением тебя в чем-либо. Ты просто придумываешь либо другой способ, либо развиваешь какие-то свои физические качества, чтобы ты получил сделать вот так, как есть. Не ограничивать себя и делать, что нравится, а если не получается – пробовать что-то новое. Продолжение следует...